МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Европейские липы и гранитный узор подрядчик, занимающийся реконструкцией главной городской площади, показал промежуточный результат и рассказал о планах. Больше сотни в сутки статистика заболеваемости коронавирусом в Преамурье выросла из-за новой методики подсчета. Вместе ярче! Песня коллектива общественно-культурного центра претендует на звание официального гимна Всероссийского фестиваля. Об этом и многом другом в материалах наших корреспондентов в эфире программа «Город». Здравствуйте! Центральную площадь Благовещенска после реконструкции украсят непривычные для областного центра деревья. Высадить липы по собственной инициативе решил подряд. Весной. К зиме же обещают установить в месте отдыха малые архитектурные формы и закончить работы по освещению. Мэр Олег Амамеев проверил, укладываются ли строители в график. Кристина Слепцова продолжит тему. На солнечные лучи, которые пробиваются сквозь хмурые осенние тучи, строителям любоваться некогда. Да и флаг, гордореющий над Амуром, их не отвлекает. Перед глазами менее лиричная композиция. Кабели, пила и гранитная плитка. Последнее застелили площадь почти целиком. Это 20 тысяч квадратных метров. Прослужит, обещают строители, до 100 лет. Эта плитка также очень хорошая. Видно, что тактильно она не скользит. Удобно. Кататься на ней можно. Ездит машинами. У нас грузовая техника спокойно катается по ней. В процессе раскладки плитки подрядчику пришлось заморочиться. Гранитом двух цветов рабочим нужно было выложить определенный геометрический рисунок. Правда, в полной мере оценить результат получится только с высоты птичьего полета. Посадку деревьев приносим на весну, осень. Где-то часть весну, часть на осень следующего года. Запланированную на осень посадку деревьев в сквере на площади пришлось перенести. Подрядчик решил удивить горожан и поселить здесь липы. Растения высотой от 3 до 5 метров заказал в европейской части страны. У нас есть специалисты, которые говорят, что они приживутся, не получатся, потому что суровый климат у нас. Мы для этого хотим на осень закупились уже ездить сюда для пересадки питомника, для адаптации, чтобы посмотреть, как они выживут. Трава для газонов выживет точно. Ее уже посеяли, а еще установили больше сотни опор освещения и 120 ландшафтных фонарей. Закончат все работы первого этапа к 15 ноября. Потом забор, ограждающий стройплощадку, перенесут ближе к Краснофлотской, открыв доступ горожанам к отремонтированной части площади. Тем временем строители приступят ко второму этапу реконструкции, обустройству пешеходных фонтанов и возведению самой трибуны холл. Будут уже разработаны котлова на необходимых отметках, будет готовиться к свайной поле. Ну и, соответственно, все работы связаны со строительством этого уже здания и сооружения. Но при наступлении тепла активно примется работа, продолжается по благоустройству, продолжение строительства фонтана и переход в зону строительства холмов и детской площадки. Третий этап реконструкции предусматривают те же работы. Завершится полностью масштабная стройка должна в 2023 году. Кристина Слепцова, Денис Лугов, программа «Город». На участке улицы Ленина от Шимановского до Шевченко со дня на день планируют открыть проезд. Дорожную одежду подрядчик уложил на протяжении всего отрезка магистрали. Сейчас дорожникам осталось заасфальтировать парковки, заездные карманы и провести ровное смыкание со старым покрытием на перекрестке. Мы сегодня планируем закончить. Завтра мы будем наводить порядок, то есть убирать строительный мусор, подметать проезжую часть. Либо в субботу, либо в воскресенье ребята зайдут, нанесут линию разметки. И в воскресенье мы планируем участок уже полностью открыть для движения автомобилей. Параллельно на пересечении улиц Ленина и Шевченко другой подрядчик занимается обустройством тротуаров. Напомним, ремонт центральной улицы города стартовал в мае. За полгода были проведены масштабные работы. Под проезжей частью заменили теплосети, водопровод и ливневку. Обновление магистрали прошло в рамках ремонта уличной дорожной сети города. Городской бюджет в будущем году вырастет на треть и составит более 9 миллиардов рублей, в том числе и за счет поступлений из областной и федеральной казны. Сейчас проект главного финансового документа находится в разработке. Об этом депутатам рассказали специалисты финансового управления на очередном заседании Благовещенской городской думы. На рассмотрение депутатам проект поступит в начале ноября. Уже известно, что одним из приоритетных пунктов в документе будет участие в нацпроектах. Только в рамках одного из них безопасные и качественные автодороги планируют освоить более 544 миллионов рублей. А свыше 50% всех средств городской казны по традиции пойдет на выполнение социальных обязательств. Конечно, это много вопросов над бюджетом, но самое главное, что бюджет мы также будем сохранять, как бы скажем, социально направленным. Это именно будет нести этот бюджет именно социальную нагрузку. Это образование, это культура, это спорт. Ну и, конечно, общая жизнь нашего города. Это и дорога, это и благоустройство. Главный врач областной станции переливания крови Алексей Виттер записал видеообращение к амурчанам. Медик третью неделю находится в инфекционной больнице с диагнозом двусторонняя пневмония, вызванная вирусом COVID-19. Течение данного заболевания достаточно серьезное. Особенностью его течения, по моим собственным ощущениям, является волнообразный характер и период заболевания. Зачастую мнимое хорошее состояние, так будем говорить, мнимое, сменяется резким ухудшением его, нарастанием всех симптомов. Это одышка, слабость, температура. Алексей Виттер поблагодарил коллег за слаженную работу и пожелал амурчанам никогда не сталкиваться с новым вирусом. Для этого посоветовал соблюдать элементарные правила гигиены, избегать массовых мероприятий и, по возможности, оставаться дома. Россияне в октябре стали покупать маски в шесть раз чаще, чем в апреле. Такую статистику приводит крупнейший оператор фискальных данных страны. Ситуация объяснима. Число носителей вируса растет. В Преамурье накануне зафиксировали рекордную цифру – 105 новых случаев. Беспрецедентный результат – следствие новой методики подсчета. Теперь в список включают и бессимптомных носителей. Раньше этого не делали. Ранжирование по районам накануне проводить не стали, зато указали. Из 105 человек у 58 – симптомы ОРВИ, еще у 12 – пневмония, а 35 – носят вирус без каких-либо симптомов. В Министерстве здравоохранения уточняют – нагрузка на медиков увеличилась в четыре раза. В связи с тяжелой ситуацией поликлиники города и области продлили режим работы до 22 часов, включая субботу. Желающим сдать тесты на коронавирус побыстрее советуют обращаться в частные лаборатории. Их в городе три. Отрицательный результат теста гражданам пришлют по СМС. Если положительный результат, эта информация передается в поликлинику, врач, конечно, приедет, потому что эта информация врачи у нас владеют. Если сегодня врач не приехал, приедет обязательно завтра. Если что-то смущает пациента, он может позвонить в регистратуру и, так скажем, еще раз обозначить эту проблему. Но еще раз хочу сказать, что огромная нагрузка на врачей до 200-250 вызовов идет на одну поликлинику. Если в течение двух дней медики к вам так и не приехали, стоит звонить на горячую линию 112. Новогоднему фейерверку в Благовещенске быть. Залпы горожане традиционно услышат 31 декабря. На проведение развлекательной программы речи пока не идет. Решение примут ближе к празднику, в зависимости от ситуации с заболеваемостью в городе. Несмотря на эпид-обстановку, праздничное настроение благовещенцам все же обещают. Площадок для отдыха будет несколько. На центральной площади установят елку, фигуры Деда Мороза и Снегурочки и 12 ледовых фигур с подсветкой. На Краснофлотской от Пионерской до Светителя Иннокентия построят катки и горки для взрослых. Следующий квартал в сторону переулка Уралова отдадут под горки для детей. В районе горпарка тоже обустроят каток. Новогодние иллюминации засияют центральные улицы, набережная, кольцевая развязка по Калинино. Там же установят 12 ледовых фигур. На кольцевой развязке по театральной их будет 8. Амурский театр «Кукол» порадовал своего зрителя еще одной премьерой. В новом сезоне на сцену вернулась обновленная постановка «Красная шапочка». Это последняя работа главного режиссера театра Петра Козица. Что изменилось в спектакле, который амурский зритель увидел впервые больше 20 лет назад, узнала наша съемочная группа. Она посмотрела сказку. Погрузиться в атмосферу известной сказки «Шар для перо» юному зрителю помогает рассказчик Олег Николаев. Эту роль в этой же постановке он уже играл 20 лет назад. Говорит, спустя время стал серьезнее относиться к своей миссии. Чувствует себя не просто рассказчиком, самым настоящим писателем-сказочником. Сейчас роль рассказчика у меня ассоциируется с писателем Шарлем Перо, который написал эту сказку. То есть моя задача детям эту сказку рассказать и показать. Я рассказываю, а ребята показывают. Волк, я волк. Страшно вы, конечно, да. Вы чеете? Да, я страшный волк. Восстанавливать спектакль начал главный режиссер театра Петр Козец. Постановку пришлось дорабатывать. За время, что красная шапочка не ставилась на сцене театра кукол, поменялось многое. От декораций до актерского состава. Куклы тоже другие. Новые. 20 лет тому назад были куклы на подборе. Вот у меня кукла была сделана из куклы кот. То есть там уши немножко удлинили, там что-то попытались, бутафоры с глазами, потому что тогда театр немножко у нас по финансам не вытягивал. И решили из старых спектаклей взять куклы. И вот их обшили, где-то бутафоры доработали. Несмотря на доработки, сюжет постановки остался практически неизменным. Красная шапочка все так же отправляется к бабушке, встречает волка. Только вот охотники в финале отправляют хищника в зоопарк. Свежий поворот зрителям нравится. Здорово, интересно. Необычная подача, такая не классическая. Это всегда интересно детям и взрослым тоже, как оказалось. Я сама с удовольствием посмотрела. Показать красную шапочку в очередной раз в Театре кукол готовы 14 ноября. Алена Лепкалова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». О том, как важно беречь планету, спели солисты театра песни «Акцент». Новая композиция, написанная буквально за две недели, участвует во Всероссийском конкурсе энергосбережения и экологии и уже претендует на статус его официального гимна. Чем она отличается от гимна в классическом понимании и когда назовут имена победителей, узнаете из сюжета. Взять нужную ноту не так-то просто. В новой композиции смешалось все – сопрано и альт. В последней тональности песню, написанную специально для Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии, поет Милана Тельнова. Хотя более привычный диапазон для воспитанницы старшей группы театра «Акцент» от первой до третьей октавы – сопрано. «Высокая песня в любом случае. Мы старались, много раз перезаписывали, чтобы вышло хорошо. Мне очень понравилась песня, и у меня все родственники пересмотрели клип несколько раз, что говорили, что молодцы девочки, что хорошо постарались, и у вас все прекрасно получилось». На новую песню, автором которой стала Ирина Дориенко, уже даже клип сняли. Композиция вышла в финал конкурса. Теперь у нее есть все шансы стать новой официальной песней Всероссийского фестиваля «Вместе ярче-2020». «Мне просто хочется, чтобы, ну, как и, наверное, всем нормальным людям, чтобы дети, наше будущее, да, жили в хорошем, в хорошей экологической ситуации, в принципе, росли со здоровым сознанием, с ответственностью за будущее своей страны и себя самих, да, то есть, чтобы бережно относились к окружающей среде и вообще, чтобы умели дружить». А еще авторы не хотели, чтобы мелодия напоминала гимн никакого маршевого размера. «У нас есть очень такой, ну, яркий пример – это гимн Сочинской Олимпиады. Он был очень современно сделан, ну и поэтому он как-то и прошел. То есть, люди не восприняли это. Мы решили какую-то золотую середину с Ириной выявить и написали, как говорится, просто песню». Станет ли эта композиция лучшей из десяти прошедших в финал, объявят в конце декабря. Пока у горожан есть возможность поддержать коллектив ОКЦ количеством просмотров на YouTube-канале «Вместе ярче-2020». Анжелика Павлова, Денис Лугов, программа «Город». Эта информация завершает новостной выпуск. А после прогноза погоды вас ждут ответы на самые интересные вопросы горожан в традиционной рубрике «Телесправочник». Я же с вами прощаюсь и напоминаю, присылайте свои истории, фото, видео на наш WhatsApp, и они станут новостями в программе «Город». Всего вам доброго, увидимся в эфире. В пятницу 23 октября в Благовещицке утром температура уйдет в минус. Северо-западный ветер в порывах до 7 метров в секунду. Все небо в облаках. Днем пасмурно, плюс 3, пронизывающий северный ветер. Вечером он сменит направление на северо-западное и разгонится до 12 метров в секунду. Значительная облачность. На термометрах 1 градус выше нуля. Ночью ноль. Все небо затянуто тучами. Сильный северо-западный ветер. Атмосферное давление не преподнесет сюрпризов, будет стабильным. 749 миллиметров ртутного столба. Позаботьтесь о своем здоровье. День пасмурно, плюс 3, пронизывающий северо-западным ветер. Первым в редакцию обратился Артем Скворцов. Благовещенца интересует, должен ли работодатель оплатить сотруднику день, отведенный для прохождения диспансеризации. В соответствии с действующим трудовым законодательством, работодатель обязан предоставить оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Если гражданин является пенсионером или предпенсионного возраста, то работодатель ему предоставляет два рабочих оплачиваемых выходных дня для прохождения профилактических мероприятий, то есть диспансеризации. Обнаружила в почтовом ящике листовку с требованием как можно скорее установить фильтры на воду. Это случайно не происки мошенников, а беспокойно Ольга Проскурякова. Если вам предложили установить, например, фильтр на воду, то это исключительно является инициативой самого потребителя. И никаких обязанностей по этому поводу не существует. Более того, мы не советуем этого делать. По простой причине вода подается питьевого качества. Полгода назад уволился с работы, а работодатель так и не выплатил мне компенсацию за все неиспользованные отпуска. Куда обращаться в таком случае, интересуется Виктор Ефимов. В данном случае, если добровольный работодатель компенсацию не выплачивает при увольнении за все дни неосгульного отпуска, следует обратиться в трудовую инспекцию с жалобой. Трудовая инспекция проведет проверку, вынесет предписание и доначислят компенсацию тех отпусков, которые мы не выплатили при увольнении. Пару месяцев назад переехали все семьи из Армении в Благовещенск. На какие меры поддержки может рассчитывать многодетная семья, в которой оба родителя – иностранные граждане? Такой вопрос мы получили от Карины Рутинян. На меры социальной поддержки, предусмотренные областным законодательством, а это льготы по оплате коммунальных услуг, это освобождение от платы за лекарства по рецептам врачей для детей в возрасте до 6 лет, это бесплатный проезд и бесплатное питание для школьников, это ежегодные денежные выплаты, предусмотренные для школьников. Иностранные граждане имеют только в том случае, если все члены семьи или заявитель и дети постоянно проживают на территории Амурской области. Всегда было интересно, что означает фраза «после дождичка в четверг», что на этот счет говорят филологи. С таким вопросом к нам обратился Петр Феоктистов. Выражение «после дождичка в четверг» обозначает то, чего быть невозможно, то, что не может состояться. По одной из легенд, в честь бога громоверца Перуна, по четвергам совершались различного рода ритуальные действия. И в период засухи, именно в четверг, крестьяне просили о том, чтобы был дождь. Но так как этого не было, значит ждать не дождаться, когда же этот будет дождичек в четверг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова